Как могла начаться третья мировая? Несколько десятилетий не прекращаются споры о целесообразности существования знаменитой Биролинской стены, несколько десятилетий разделявшей территории ФРГ и ГДР. Тем не менее, если внимательно изучить архивные данные тех лет, то окажется, что данное фортификационное сооружение было действительно жизненно необходимо. Лишним тому подтверждением является танковый конфликт у пропускного пункта Чарли, произошедший в самый разгар Бирлинского ГАИСа 1958-1962 годов. Согласно официальной историографии, 27 октября 1961 года, выдвинувшись со стороны американского сектора западного Бирлина в районе КПП Чарли, американские военные совершили попытку силы уничтожить часть фортификационных сооружений, разделявшие Бирлина на две части. В сторону КПП с недвусмысленными намерениями выехали три джипа, за которыми следовали бульдозеры и 10 танков, приведенных в полную боевую готовность. Однако, едва американская техника миновала пропускной пункт Чарли и оказалась на территории советского сектора Бирлина, как и соседних улиц, показались советские танки. Остановившись против друга на протяжении остатка дня и всю ночь, танкисты СССР и США простояли в ожидании приказа открыть огонь. В любую минуту могло начаться боевые действия с небесказуемым исходом вплоть до начала третьей мировой войны. Все это время руководство двух стран вело напряженные переговоры в закрытом режиме. Утром американская техника развернулась и без единого выстрела покинула советский сектор Берлина. При этом столики по обе стороны океана уверены, что в ту руковую ночь мир на планете держался исключительно на нервах командиров танковых экипажей с обеих сторон. Среди советских военных чаще всего выделяют командира 3-го танкового батальона 68-го гвардейского танкового полка майора Мика, под чьим командованием советские танки преградили путь американской военной техники. В то же время, несмотря на наличие большого количества исторических материалов, посвященных данному инциденту, наибольший интерес вызывает описание танкового конфликта с советскими танкистами и непосредственными участниками описываемых событий. По их воспоминаниям, в 16 часов 27 октября 1961 года 68-й гвардейский танковый полк был поднят по тревоге и к 22-м часам выдвинулся к границе. В частности, 3-й танковый батальон занял позицию среди руин драматического театра Берлина, откуда впоследствии выехал он в столичную американской военной техники, оказавшейся в советском секторе Берлина. В то же время, если официальные стадиографии утверждают, что как только американцы пересекли КПП, то тут же были остановлены советскими танкистами и в таком положении провели ночь, то, согласно воспоминаниям наших военнослужащих, все было не совсем так. В тот момент, когда советские танкисты показались у КПП Чарли, американские бульдозеры уже приступили к уничтожению фортификационных заграждений. Увидев советских солдат, они в панике бросили технику и на джипах скрылись в американском секторе. Вскоре они вернулись, но уже под прикрытием танков М48, которые простояли дуло в дуло напротив советских танков на Фридрихстрассе у КПП Чарли до утра следующего дня. Танкисты обеих сторон дали приказы открыть огонь, но он, к счастью, так и не поступил. Причем из рассекреченных документов США хорошо известно, что у американцев был составлен подробный план боевых действий против русских в Германии, включая удары по ГДР ядерным оружием. Однако события 27 октября 1961 года у КПП Чарли ясно показали американцам, что Советский Союз готов к любому развитию ситуации. И в случае применения против своих военнослужащих силы мгновенно ответят тем же. Мало того, после провокации 1961 года американские солдаты в западном Бролине были отрезаны от какой-либо помощи извне, так как советская авиация блокировала аэродром Темпельхофф. Несмотря на то, что напряженность быстро спала, еще несколько месяцев танки, противостоящие друг к другу сторон, находились поблизости от Бролинской стены. В любой момент отразит новую провокацию американцев. При этом необходимо отметить, что лишь после окончания противостояния 27 октября 1961 года многие страны юридически признали существование ГДР и установили с ней дипломатические отношения. Продолжение следует... Продолжение следует...